Спасибо за просмотр! Это поздний вечер, у вас приятное раннее утро, и поэтому мы сейчас будем работать в таком режиме. Вы по утрам, я по поздним вечерам. Но встречаться будем, и самое интересное, что это возможно, то есть в каком уникальном времени мы живем, что нам возможно. О, Людмила, вы на площадке, как классно! Так, кому нам сегодня? Давайте сейчас... Людмила, у вас микрофон работает, проверим. И сделаем запрос, кому сегодня нужен перевод на английский язык. В дальнейшем будем уточнять и, может быть, работать одновременно на двух языках. Людмила, если вы можете, включите микрофон. Сделаем перевод. А, не было доступа к микрофону. Коллеги, так, сейчас просмотрим. Александр, вы на русском, да? Смотрю, кто у нас на чате. Геннадий на русском. Нас сегодня мало, потому что мы встречаемся в такое время, да, первый раз. Посмотрим, насколько это время будет удобно. Спасибо, Людмила. На следующий раз я подготовлю вам микрофон в данный момент. А, может быть, я могу вам сейчас его подключить. Так, секундочку. Сетап. Людмила, сейчас. Аудио, видео. Попробуем. Как у вас получается? Дала я вам доступ или не включилась? Всем остальным прошу извинений. Пару минут, да? Сейчас настроимся. Так, мой звук вернулся. Коллеги, подтвердите, пожалуйста. Как меня слышно? Слышно. Спасибо. Я думаю, что мы сегодня сделаем так, что мы проведем нашу встречу на русском языке. Людмила, я вас прошу участвовать, прослушать. И мы сделаем запись с переводом для передачи в другое время. Просто нашу встречу в виде записи. И так, наверное, будет лучше, потому что, проверяя список наших участников, мне кажется, сегодня это не самый актуальный момент перевод. И я немножко волнуюсь за свой интернет, потому что я с ним еще не научилась здесь работать. То есть мы еще не успели подружиться. Может быть, и плохая связь. Если вдруг меня не слышно или перебывает, пожалуйста, дайте мне в чате информацию для того, чтобы мы спокойно продолжили. Итак, самое главное. Перевод настроен громко. Ничего, мы устроим все. Настроим, устроим. И будем привыкать и учиться работать лучше и для всех более доступно. Да. Самое главное. Мы в совершенно короткое время не встречались. Но за это время происходили огромные изменения, огромные наши успехи. И поэтому я сегодняшнюю встречу и, начиная с этой фотографии, я все-таки хочу вас всех поздравить с тем, что мы запустили первый испытательный проезд, запустили наш юнибус. Это очень-очень-очень важное событие. Я думаю, что все это ждали. И даже несмотря, что мы это наблюдаем только по несколько фотографиям, есть люди, кому это все-таки удалось видеть и вживую. Поэтому все делятся своими эмоциями, всем тем, что происходило. Но самое главное, я вас всех с этим поздравляю. Это очень важный момент. И это еще раз показатель и такая точка опоры для того, чтобы понять, к чему мы сейчас стремимся, к чему мы готовимся, куда мы идем и какие задачи мы выполняем. И то, что выполняем, конечно, то есть то, что обещали и планировали, то и выполняем. Это очень важно и важно каждому из нас и всем-всем-всем вместе. То есть это очень большое вложение нашей команды. Поэтому большое спасибо вам. И давайте еще раз все порадуемся. Да, на видео есть. Поэтому, к сожалению, я сегодня еще одно видео хотела вам показать. Комната не позволяет мне подключать видеоролики. Поэтому вернитесь, пожалуйста, на начало нашего чата. Я выставила ролик, который напоминает вам и про нашу встречу очень скоро. Вот именно на этом месте, который мы увидим на картинке, на экофестивале в Марине Горьке. И все условия. Очень приятный ролик с достаточно доступной, очень четкой информацией на полторы-две минуты. Поэтому в начале я уже выставила адрес. Следим за этим и будем полностью проинформированы. Конечно, следующая наша встреча, следующая наша основная задача – это большое событие. Это 2 июля этого лета и 1-2 июля. То есть у нас два дня, прекрасных два дня. Первый день, как я говорю, это праздник технологии. И, конечно, мы все ждем, никак не можем дождаться. Теперь есть желание, чтобы этот день быстрее-быстрее пришел. И после чудесного праздника мы встречаемся в праздничном настроении на тоже такую, нельзя даже сказать, что рабочую, а просто такую праздничную встречу, где обменяться информация, передать друг другу хорошие слова, наполнить друг друга с эмоциями, с энергией и, конечно, обсудить следующие шаги, следующие наши задачи и, может быть, какое-то ведение нашей дальнейшей работы. Поэтому эти два дня, они очень важны для нас. И я думаю, что стремительно готовимся именно к этому. Компании, если говорить именно о Skyway Capital, то мы делаем несколько шагов и предложений для вас, для того, чтобы вам дать дополнительные инструменты и возможность более успешным приехать именно на этот праздник. И хочу вам коротко, как говорится, проговорить план, в какие даты, что планируется. Пожалуйста, берите и записи, потому что бумагу, ручку, некоторые факты. Будет мое пожелание вам, как говорится, запомнить. И также постараюсь вам дать маленькие, но все-таки некоторые задачи. Первое такое общее событие, на которое надо готовиться, то есть не первое по календарю, а именно, чтобы мы подготовились, настроились и планировали. Все у нас сегодня идет очень быстрым темпом, поэтому очень важно планировать вовремя все свои следующие дальнейшие шаги. И это телемост, который уже объявлен в новостях, он запланирован 20 мая и 12 часов по московскому времени. Поэтому пожелание тем, кто любит встречаться и организоваться в живых встречах на эту дату, на это время, готовьте место встречи, приходите вместе, прислушайтесь к телемосту и потом можете спокойно обсудить эти новости. И, как говорится, имея ту информацию, которая будет передана, можно строить дальнейшие совместные шаги, планы и работать успешно с командой. Поэтому телемост это очень важный такой рабочий момент, с которым больше всего мы одновременно все встречаемся и все последние новости обсуждаем. Новостей будет много, информации будет очень интересно, потому что за спиной уже будет следующие мероприятия. Какие? Готовимся к Италии. Очень важно, тоже объявление уже везде и давно выставлено, просто хочется напомнить, у нас мероприятие в Италии 13 мая. Рассматривайте две возможности. Первая, кому это соседняя страна и не так сложно и далеко ехать, постарайтесь участвовать в живом. Мы знаем, насколько много хороших моментов произошло в Париже. И также вы можете дополнительно набрать информацию и мотивацию и найти поддержку, пребывая именно на следующее достаточно большое мероприятие. Интересно, то есть и нужно поддержать новую страну. В принципе, Италию мы тоже рассматриваем как новый регион, новую страну, которая в данный момент проявила желание активно развиваться. И с каждым месяцем дать нам лучшие и лучшие результаты. 13 мая это конференция в Италии. Второй момент. Если не успеваем приехать сами, у нас всегда где-то находятся родственники, друзья, коллеги, разные знакомые. Думайте о контактах. Ищите людей, которых вы можете пригласить именно на это мероприятие. Ну и параллельно Италии очень важное событие это Индия. Здесь особенный акцент не пропустить этот момент. Индия у нас выставка, да, все наши новости об этом говорят. То есть ничего нового я вам не говорю, но делая акцент не пропустить этот уникальный момент. Это выставка 10-12 числа. Есть возможность личного общения, есть возможность поддержки. Много разных представителей компаний выезжают на эту выставку. Skyway Capital представляет Алексей Суходоев. Тоже высказал возможность помощи и поддержки во всех направлениях. Поэтому даже есть возможность зарегистрировать какие-то личные переговоры, встречи. Но кроме таких отдельных встреч, я просто рекомендую еще раз пересмотреть свои списки знакомых. Свои возможности. Людей, которые могут вам дать контакты на других людей. Воспользоваться. Это уникальный момент. Если посмотреть и прислушаться вокруг, то всегда, когда в Индии что-то открывалось и кто-то старался построить свой бизнес, то все эти строятся очень успешно. Очень для нас удивительно в коротком времени дает уникальное количество людей и также результатов. Поэтому не пропустите этот нюанс. Индия очень важный момент. Ищите сколько можно. Ищите в эти дни. Ищите своих знакомых. До 6 числа можно заказать личные встречи. Но кроме личных встреч, просто достаточно присутствуем на этом мероприятии. И ознакомлением новых заинтересованных людей в нашей компании, нашим проектом, нашими возможностями. И я думаю, что совместными усилиями будет развиваться достаточно интересная рабочая команда, которая будет развивать этот уникальный новый регион. Только вдумайтесь о том, на какой регион у вас дается возможность выступить, участвовать, развивать. И самое главное, говорить о нашем проекте. Даже не имея возможности самостоятельно туда поехать, есть возможность приглашать людей. Поэтому здесь момент такой, что иногда нужно на минуту остановиться, подумать, запустить желание, идею, план и получить результат. Я вам это очень желаю. Вот каждому, у кого найдется возможность, очень желаю развивать этот рынок. Спасибо за Париж, спасибо Анатолий, спасибо за хорошие слова. Конечно, Париж был прекрасное время. И я хочу сказать, что Париж чем-то уникален сам по себе. И те, кому не удалось раньше, может быть, на более крупные мероприятия компаний побывать, то есть было очень приятно. И хочу сказать, что такие мероприятия у нас действительно почти везде, где мы их организуем, проводим, они именно на такой ноте, на такой энергетике, на таком позитиве. И не просто на эмоциях, но и на фактах, и на серьезных планах проводятся. И дают всегда очень хороший импульс для более успешного развития. И сколько людей там получили новые идеи и новые силы, и новое видение. Знаете, когда открывается ваше видение, то открываются и новые возможности. И такие мероприятия всегда важны. Личное присутствие. И Париж, наверное, был уникальным в том, что не шло два дня прямого эфира. И люди, которые были там, себя чувствуют особенно, как говорится, заряженными. А те, которые не успели приехать, в чем-то, наверное, вот сейчас думают, «А может быть, я мог, и я вам хочу пожелать, не смогли быть в Париже, постарайтесь участвовать в Италии». В Италии это, конечно, не международная конференция, может быть, такого размера. Но неважно, у нас будут представители Skyway Capital, будет Сергей Сибирков выступать, будет местная команда, местные лидеры. Спасибо им за то, что они тоже приложили столько усилий. Спасибо за Париж Дагны и всем, кто постарался. И мы знаем, каждый из нас, кто организовал где-то какие мероприятия, знает, насколько это большой труд. Ну, насколько приятно, когда людям нравится и когда люди получают все то, что мотивирует вас на дальнейшее сотрудничество, партнерство. И, конечно, развитие и нас всех вместе, и в целом проекта. Поэтому Италия и Индия, вот именно Париж, это только как, знаете, как генеральная репетиция перед большим стартом. Я думаю, что Индия это очень большой старт. И каждый, кто воспользуется, ну, просто через какое-то время сможете поделиться всем тем восторгом, который может получиться в результате этого мероприятия. Поэтому здесь очень важный такой нюанс. Так, это по мероприятиям. Конечно, центральное у нас это 1-2 июля, но до 1-2 июля мы очень активно работаем. Мы знаем, что май и июнь это два очень активных, серьезных месяца. То, что мы не стоим на месте, говорит новая информация. Просто хочется напомнить, что мы в Париже запустили новую систему поощрений. И у нас каждый статус имеет свой индивидуальный значок. И значки особенные, и очень приятно, и с гордостью можно их носить. Я думаю, все, кто их получили в Париже, с ним даже не расстается. И хочется всех пригласить на следующее мероприятие. Это 2-го июля. Когда будет следующее поощрение, следующих статусов. Но со стороны компании мы решили каждый месяц теперь вас информировать о том, насколько хорошо некоторые наши партнеры развиваются. Можете зайти в новостях. 4-го мая уже было первое информационное поздравление и публикация о том, что апрель у нас был успешным месяцем. И в апреле мы можем поздравить одного, дополнительно одного партнера, достигнувшего топ-эксперта. То есть это на данный момент высший статус в компании. Топ-эксперт 1 за апрель месяц. То есть в апреле достигнут статус экспертов 5 новых. И топ-эксперт, я сегодня не все фотографии вам покажу, но сейчас вернемся. То есть топ-эксперты получают золотой значок с камнем. Эксперты получают золотые значки. 32 у нас новых мастеров, которые могут получить свой серебряный значок. И 251 лидер в апреле подтвердил свой статус. Как приятно, это действительно приятно, столько новых, успешных людей. Вот в этот момент, когда мы говорим о достижениях других, может быть кто-то из вас тоже в этот список вошел в апреле, тогда поделитесь в чате, чтобы мы могли вас дополнительно поздравить. Остальные все достижения, все статусы поздравляются еще с сертификатом. То есть сертификат выдается каждому. Значок в данный момент вручается на больших мероприятиях. Это тоже является дополнительной мотивацией пребывания на таких больших международных конференциях. И где гордостью вам, компания, говорит спасибо. И вы, получая значок, можете еще поделиться пару словами, чем проект и участие в общее наше... в нашем деле является для вас особенным. Так что очень приятно. И теперь каждый месяц мы будем поздравлять новых и новых успешных людей. и Вилхам Александр нам все время дает какие-то дополнительные адреса. Я вас прошу, если вы выставляете какой-то адрес, дайте нам короткое пояснение, о чем оно, чтобы мы поняли, куда ваши мысли нас направляют. И все могли бы одну и ту же тему обсудить. Поздравления, я считаю, что в нашем деле это тоже очень важно, потому что каждый раз, когда мы делаем что-то хорошее, любому человеку приятно получить какое-то дополнительное внимание и благодарность за хорошо сделанную работу. Я думаю, что такое дополнительное письмо и поздравление дает немного новой мотивации тем, кому остался какой-то хвостик до достижения следующего статуса. И может быть в этот момент мы можем именно себе еще раз отметить какие-то сроки, задачи, потому что достижение нового статуса всегда дает новые результаты. И на одних переговорах мне было очень приятно слышать, когда один из наших партнеров говорил, «Я достиг эксперта, и вдруг так ошутимо увеличились мои доходы и на бонусном счету, и на акционном счету». Конечно, коллеги, не забудьте просмотреть разницу между разными статусами в маркетинг-плане. Каждый из статусов вам дает дополнительные возможности. И это ошутимо именно в тот момент, когда вы переходите на этот статус. И в этот момент, когда мы немножко попланируем, подумайте, ответьте себе на такой вопрос. Сколько я инвестирую каждый месяц в проекте? И это вопрос, который стоит задать себе, это вопрос, который стоит обсудить со своими партнерами и со своей командой. То есть начинаем с разных сумм, но потом начинаем ставить цели. У кого-то это 100 долларов в месяц, у кого-то 500, кто-то уже достиг тысячу, даже 1500 долларов ежемесячных инвестиций. То есть есть ли у вас план, есть ли у вас цель повесить свою инвестиционную сумму, если у кого-то есть конкретный план, можете со мной здесь, с нами вместе, со всеми поделиться, для того, чтобы понять, не строили ли планы, я только для себя строительный, и свои планы, и видим ли мы похожи и одинаково. То есть план должен быть такой, который вас двигает вперед, и в то же время, в которое вы понимаете, что он реально, вы можете его достигнуть. Но имея уже такой опыт, могу поделиться, что много наших партнеров, которые, начиная с 25-ти долларовой инвестиций, ежемесячно давным-давно выросли, на совершенно другие цифры. Поэтому любая новая цифра является хорошая, но правильно было бы планировать увеличение этих инвестиций. Вы же знаете, что у нас мало времени, в принципе-то у нас мало времени осталось на развитии своего личного портфеля. И дополнительный бонусный доход, дополнительный акционный бонус в нашем личном кабинете – это серьезная возможность за более короткое время улучшить или увеличить свой личный портфель. Есть ли у вас свой план? На какой объем личного портфеля вы планируете выйти? Кто-то все молчат или у меня тормозит интернет. Никто не делится своими инвестициями, никто не делится своим планом на личный портфель. Давайте. Спасибо. Спасибо. 250 долларов в месяц. Хороший старт. Хорошая уже такая. Ежемесячная работа. И, конечно, можем ее увеличить. Сейчас 300. Классно. Есть 300, наверное, будет и 500. У кого, может быть, уже получается 500? Да, 100 долларов. 600. Прекрасно. Видите? Это очень важно, что мы делимся, потому что если человек достиг возможности инвестировать 100 долларов в месяц, иногда, может быть, кажется, что это уже много. Или достаточно ли это? Хватит ли мне? Нужно ли больше? То есть у каждого бывают эти вопросы. Когда мы делимся, то мы понимаем, что есть некоторые уже партнеры, которые имеют другой опыт, может быть, более развитые команды. И другое видение. Уже видение того, что 100 долларов можно расти по шагам 250, 300, 600, вот по вашим цифрам 750. Идем дальше. Тогда мы идем к разным целям. Есть у каждого куда стремиться, к чему стремиться. И ставим цель и 1000 долларов. Сегодня у нас еще 1000 долларов не появилось здесь. Поэтому можем ставить и такую цель. А если кто-то стесняется признаться, что уже инвестирует больше, чем 600, сейчас у нас высшая сумма у нас на данный момент 750 долларов ежемесячно. Если кто-то стесняется признаться, что инвестирует больше, то просто ставим другие цели, более уже высокие цели. Но самое главное не только большая цифра. То есть я не призываю вас к большой цифре. Я вас больше мотивирую на действительно планирование и видение развития. Особенно это важно для новых людей. Спасибо, что все поделились. Я вернусь к примеру Ольге. Ольга, если вы сегодня инвестируете 100 долларов в месяц и видите какими шагами идут ваши коллеги, это вам очень позитивная дополнительная мотивация рассматривать возможность развития бизнеса. Это дополнительные доходы и дополнительные доходы это новые инвестиции, новый уровень инвестиций. И это говорит о том, что за более короткий срок мы можем посерьезнее увеличить свой личный портфель. И это можно делать именно за счет активности, которую мы проделаем в нашей команде, в нашем общем бизнесе. Поэтому спасибо. У нас повесилась сумма 850. Я рада за это. У вас спортивный настрой появился, да, у кого больше. И самое главное, чтобы это дало позитивных решений всем тем, кто еще рассматривает, как это сделать. Потому что мы говорим о достаточно больших портфелях, у нас есть предложения, очень интересные предложения и на 10, и 25, и 50 тысяч долларов. И иногда мы думаем, как интересно, когда клиент владеет свободными средствами, инвестирует за один шаг такую серьезную сумму, как быстро он оформляет большой пакет для себя лично. И в то же время мы можем рассчитать свои возможности, делав это очень дисциплинированно, очень по плану, начиная с чего-то и постепенно это увеличиваем. То есть мы увеличиваем сумму за счет своей активности и еще добавляем новых пакетов. и когда мы одновременно пользуемся несколькими пакетами, то очень быстро растет наш портфель и тогда мы можем ставить уже какие-то конкретные цели. но мы знаем, мы проходили цель 1 миллион акций, мы стремительно идем к цели 5 миллионов акций. Знаете, я бы хотела сейчас просто каким-то знаком, давайте плюсиком отметим, у кого есть цель выйти на 5 миллионов акций. У тех, которые уже это достигли, вы ну хорошо, можете другим цифрам, спасибо Эрнест, 15 миллионов, это очень классно, и тоже не предел, поэтому Эрнеста свой план. У тех, кто по-маленькому инвестирует, Александр 5 поставили, классно, поздравляю. То есть я хочу, Светлана тоже подтвердила 5, наверное, да, Алдона 5, классно, этим я хочу подтвердить то, что мы идя сами этими шагами, мотивируем и показываем путь тем, кто приходит сегодня и не сразу понимает, насколько это реально или нереально, и нужно это или не нужно, это уже слишком много или это только самый минимум, который нам нужен, понимаете, здесь очень важно это объяснение каждый раз и какой-то собственный пример. Татьяна, спасибо за 8+, и это очень хорошие цели, и те, которые имеют цель или уже достигли пятерочку, давайте как в школе говорится, пятерочку, такой классной отметки, те, конечно, ставят следующие цели, и примеры Эрнеста это показывают, мы знаем, что мы еще в пути, только в пути к своим результатам. кроме целей ежемесячной инвестиций своего личного портфеля у нас еще должна быть одна цель, это новый статус, поэтому еще раз пересмотреть, где вы сегодня находитесь и куда вы стремитесь и за какое время вы можете это сделать. и когда вы думаете о своей инвестиции и передаете этот пример и знаний вниз, то есть свою команду, когда у вас есть цель к новому статусу, вы рассматриваете, где у вас активные партнеры, с которыми вместе работать, развиваться и совместно достигать цели, и, конечно, это сразу отражается на объемах ваших лично и вашей структуры, а структура и объем это всегда дополнительный доход, дополнительный доход это решение всех задач, и задач по бизнесу, и задач по жизни, поэтому здесь сразу мы получаем все плюсы, поэтому вот эта дисциплина, этот план, это видение, немножко какие-то сроки для себя, это только позитивно нас настраивает. в проекте 4 месяца, молодцы, 4 месяца для проекта нашего, это очень маленький срок, вы совсем-совсем новенькие, и несколько миллионов, и да, нужны они или не нужны, то есть это очень хороший срок, это очень хорошие цели, и самое главное понять, что мы не за цифрами гоняемся, мы, у нас есть понятие, почему нам нужен такой или другой портфель, и почему нам не хватает, условно говоря, 100 тысячами акций, да, потому что у нас цели намного шире и дальше, это к тому, чтобы, знаете, май и июнь, не пропустите этот момент, потому что мы сейчас очень активно готовимся к второму, первому, второму июлю, к этому празднику, и что произойдет после праздника, это тоже для всех будет сюрпризом, насколько быстро будет переход на следующий этап, то есть мы сегодня, напоминаю, на девятом этапе, в какой момент мы можем уже быть готовы к десятому этапу, это тоже может повлиять на наши планы, поэтому некогда их растягивать, нужно все время себя взбадривать и говорить, что я еще должен сделать это, еще должен сделать это, да, вот молодцы, что друг друга поддерживаете и даже поощряете, добрыми словами, потому что действительно 4 месяца иметь определенный портфель, это хорошая работа, это хорошая работа, это хорошая цель, это хорошее понятие, наверное, всего общего дела, так, двигаемся дальше, хорошо, хорошо, еще раз хотела немножко поговорить про апрель, у нас нету окончательной статистики, да, но апрель был хорошим, я бы сказала, стандартным месяцем, и что хотелось бы, чтобы мы увидели, что май и июнь это наши прорывные месяца, то есть мы должны идти к новым целям, именно, я имею ввиду объем, привлеченный объем за месяц, нам нужно каждому постараться в это время, то есть пока мы находимся на девятом этапе, пока мы имеем эти классные предложения, дополнительные конкурсы, еще возможность там деревьев и всего, и эту мотивацию поехать на мероприятие, что-то увидеть, что-то потрогать, то есть в это время нужно очень-очень сильно постараться, это с одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы праздник удался, нужно выполнить все задачи, все задачи это определенные затраты, то есть денег нам сегодня нужно проекту больше, как всегда, и вот тут это все зависит от нас, поэтому двигаемся очень активно, строим, не отпускаем свои планы, знаете, после праздника будет желание на секунду расслабиться, потому что это будет восторг, эмоции, победа, победа, первая серьезная реальная победа, и тогда, наверное, позволено всем на минуту расслабиться, но в данный момент, но никак, но никак, нужно обязательно построить план на развитие, и немножко не хватило в апреле, то есть у нас хорошие результаты, мы идем по хорошим стандартам, но понимаете, что нас стандарт просто не устраивает, мы должны быть всегда впереди и делать новые, новые достижения, новые рекорды, это же наш проект так себя ведет, и он таким является, он такой есть, и мы не можем быть именем, нам нужно себя вести именно так, что мы передовики, мы всегда на один шаг вперед, и для того, чтобы идти на один шаг вперед, нужно постоянное развитие, давайте планировать как минимум 30% развития с месяца на месяц, и в целом компания может это достигнуть при одном условии, что каждый осознанный партнер, каждый ключевой человек в команде осознает эту задачу, и свой маленький бизнес-план подстраивает именно под это, я сам делаю свою работу с развитием, и вижу темп развития, планирую это, и иду по этому пути развития, и 25-30% это то, что мы всем желаем, и я бы хотела сказать, от всех даже требуем, нужно рассматривать, как развивать свою активность, поэтому давайте в мае поработаем, сегодня не первое число, но сегодня самое начало месяца, поэтому мне бы хотелось, чтобы все записали свою статистику, после нашей встречи открывайте свои кабинеты, проверяйте свою статистику, я вас еще немножко направлю на статистику, и сделайте отметки, какие объемы, сколько людей, где, какие у вас активные люди, с кем еще поработать, и с кем вы конкретно пойдете дальше делать вот этот плюс 25-30%, плюс 25-30%, и от какой суммы это есть, какая сумма является 25-30% чтобы вам понятно были задачи, чтобы мы не говорили просто так, чтобы было ясно, что мы конкретно делаем. еще несколько инструментов, то есть хотелось вот с поздравлением, я думаю, что это очень приятно, и будем радоваться каждый месяц теперь за всех, кто успевает. Дальше. Не этот снимок, но информация о том, у нас есть желание улучшить еще свой кабинет, поэтому в новостях надеюсь, что читали, просмотрите еще там очень короткий инструктаж, но важный момент, у каждого есть возможность улучшить сайт, замечая там какие-то недостатки и даже можно назвать ошибки, да, и в ту же самую минуту, пожалуйста, есть у вас видение, что это не так высказано, при том мы работаем на разных языках, просматривайте свои языки, и где вы видите возможность улучшить наш кабинет, моментально даем обратную связь в компанию через поддержку, копируем проблемное место, делаем, даем свое предложение, как это исправить, и моментально отправляем, и очень быстро получится обновление кабинета, и, как говорится, наш кабинет будет работать все лучше и лучше, это очень важный момент, и ваше участие тут очень необходимо, это тоже один из дополнительных инструментов, да, нельзя, не напомните вам о том, что есть дополнительная мотивация, это получение монеты, 1 июля все наши инвесторы, которые проявили желание, могут получить монету за выбор программы инотранс, помните, насколько это было важное событие, это же было в сентябре 2016 года, как интересно, с одной стороны, кажется, что буквально вчера мы были там, из нас присутствующих тут тоже, нас несколько людей было там, это было уникальное мероприятие, и сегодня кажется, что это такая история, и знаете, вот это такой удивительный момент, только что мы готовились к Берлину, к кинотрансу 2016, это сентябрь, да, 2016 года, а теперь мы говорим про это как про историю, это был настолько ключевой момент, то есть наш выход на мировую площадку, настолько важное событие для компаний, что программа инотранс у нас до сих пор доступна инвесторам, и при выборе этой программы, при первой инвестиции инвестору выдается памятная монета, она совершенно новая, да, вы в новостях можете там минимально рассмотреть ее картинку, но сам факт, это ключевой момент в жизни проекта, и эти монеты будут выдаваться инвесторам и партнерам, кто ими владеет, именно на экофестивале, поэтому в данный момент программа инотранс еще является мотивационной программой, что дополнительно получение этой медали может может кому-то быть приятным сюрпризом и таким образом человек может проявить желание именно попасть на это мероприятие, чтобы лично получить, а для вас это очень хорошая мотивация говорить о программах тысячедолларовых инвестиций, то есть тысячедолларовая инвестиция это хороший такой шаг в развитии, поэтому не пропустите этот момент. Также дополнительный еще инструмент это конкурс. Надеюсь, что вы читали, ознакомились, быстро пробежимся по конкурсу, но конкурс у нас с 1 мая по 25 июня. Тоже где-то в своих планах отметьте этот срок, этот период и все-таки проконтролируйте, что вы можете сделать именно в это время и может быть для вас не будут нереальными некоторые задачи, которых все-таки успеть сделать именно до этой даты, до 25 июня 6 месяца. Это конкурс на бесплатное участие нашей конференции, это конкурс на бесплатное участие на закрытом фуршетом со встречей с Антонием Юницким и для особенных выполняя особые условия можно и также в подарок получить саму поездку и проживание то есть во время этих двух дней экофестиваля и нашей конференции. Поэтому одно из предложений как получить этот подарок это смена вашего статуса. Вот кому близко статус эксперта и топ эксперта. То есть вы в принципе знаете, что вы туда двигаетесь. Давайте делайте план, чтобы именно это закрыть до 26 июня. Экспертов у нас должно вырастить, вот мы только что поздравили 32 мастера в апреле, но у нас намного больше мастеров компаний, каждый мастер имеет эту возможность. Кто воспользуется, это другой вопрос. Но постарайтесь, рассмотрите, что вам необходимо. Откройте маленький такой, откройте расписание и маркетинга и возьмите чистый лист бумаги и распишите, где у вас сильные моменты, где у вас слабые места, в каких местах нужно чуть-чуть доработать, чтобы достигнуть этот статус в определенный период. Поэтому я очень рада, что за апрель у нас один новый ток эксперт. Я надеюсь, что кто-то стремится и к этому за этот период. Но эксперта могут достичь несколько десятков людей, наших партнеров. Давайте подумать, кто у вас в структуре, в команде такой активный, кроме вас лично, еще и вашей группы, с кем поработать, с кого промотивировать и действительно получить дополнительный этот подарок от компаний. То есть для тех, кто достигает эксперта и топ эксперта до этого, от этой даты, получают подарок, конференцию, бесплатное посещение конференции и приглашение на закрытый фуршет. Я думаю, очень приятный приз. Такой же приз можно получить с определенным объемом инвестиций. и это 10 тысяч долларов на первой линии. Извиняюсь, лично, вы можете лично участвовать или кто-то из ваших партнеров. И 20 тысяч объема, какая-то доля вашей личной инвестиции и какая-то доля инвестиций на первом уровне. Ну и третий вариант дополнительного подарка это при объеме 30 тысяч долларов, когда вы лично и ваша первая линия совместно выполняет 30 тысяч долларов объема. Объем считается с периода 1 май 26 извиняюсь, 25 июня. 25 06 1 05 25 06 чтобы не запутаться в цифрах. В этой ситуации при объеме 30 тысяч долларов дополнительный подарок кроме конференции из закрытого поршета еще оплата дороги и проживаний но там есть определенная сумма 380 долларов очень приятно и эти доллары зачисляются на вашем кабинете на ваш счет. Поэтому давайте постараемся кто-то может быть видеть себя как потенциального участника этого конкурса. Это было бы очень хорошо в своих командах тоже промотивировать людей на участие в этом конкурсе. Если есть какие-то вопросы есть в кабинете да при где у нас событии в кабинет зайдите где у нас событий есть очень четко все расписано по условиям конкурса. А так у нас участие на конференции 25 долларов тоже здесь здесь очень важный такой момент у нас ограничений по местам и сегодня хочу вас предупредить что места в принципе заканчиваются очень важно не пропустить самым не откладывать на последний момент и не забыть предупредить и проконтролировать своих партнеров в свою команду с кем вместе вы планировали ехать то есть обязательно буквально сегодня завтра делайте регистрацию и проплату на участие вы знаете что мы ждем несколько тысяч людей на экофестивале но свою конференцию мы делаем где-то на 550 мест то есть есть люди которые достигли определенный статус и будут приглашены и просто у них места уже забронированы на этой конференции остальные по выбору то есть насколько я быстро и активно реагирую мы знаем что часто мы все откладываем на последнюю минуту хочу сказать что эти люди в этот раз останутся за пределами конференции поэтому мероприятие у нас классное ограниченное участвуем быстро действуем быстро так эксперт то есть спасибо за вопрос два мастера на горизонте да знаете я хорошо отвечу вам прямо сейчас я думаю открою картинку это важный вопрос раз уж мы стараемся сейчас найдем рисунок могу вам объяснить но лучше чтобы у вас было перед глазами первое для того чтобы стать экспертом у нас есть как всегда три условия да личная инвестиция 5000 долларов просматривайте свои личные инвестиции и стремитесь к тому чтобы вы достигли эти 5000 долларов к тому моменту когда ваши мастера вдруг вас как сюрприз да вдруг объявятся новые мастера и в тот момент чтобы не оказались вы в ситуации когда у вас не хватает лично инвестиций поэтому не зря я задавала вопрос сколько вы инвестируете каждый месяц потому что каждый месяц вас приближает к какой-то следующей цели потому что у нас личный объем важен для подтверждений статуса второе условие у вас должно быть три мастера в команде два из них на первой линии а третий где-то в любой глубине но как говорится в отдельной команде то есть в третьей ноге я надеюсь что это понятно у нас как минимум три активных команд три самостоятельных активных команд в которых два мастера на первой линии то есть наши лично приглашенные себя подтверждают а третий у нас может и будет где-то дальше неважно это второй уровень или пятнадцатый уровень но это совершенно отдельная нога и третье условие общий объем ваш личный и первой линии десять тысяч долларов вот это условие для эксперта читаю ваши вопросы мастер вам зачислят в квалификации то есть у вас же квалификация зачисляется только в тот момент когда вы переходите на эксперта в тот момент то есть он как третий он вам подойдет то есть будет зачислен так я отвечаю кому сейчас убежала Александру да нужно для эксперта три мастера но два нужны на первой и третий в глубине только поймите меня правильно в глубине не за вторым или первым мастером а в глубине совершенно новая другая активная группа то есть как минимум у вас три разных активных групп развивается так и первый в глубине значит нужно работать то есть конечно в том то есть дело в нашем маркетинге есть тот плюс что эти люди которые активно работают они никуда от вас не уходят они остаются в вашей личной команде и они каждый месяц постоянно вам приносят объем доход дополнительный акционный бонус и так далее то есть все вы получаете но для подтверждения статуса нужно сосредоточиться и поработать правильно если у вас на сегодняшний момент команда сложилась так что есть один активный остальные где-то в глубине не хватает своих личных ну давайте построим план попросим свыше чтобы нам к нам привлекли людей которые готовы активно развиваться поработаем над этим то есть стремительно это нужно рассмотреть поэтому я сказала возьмите бумагу распишите что у вас в структуре происходит и определитесь где чего не хватает и как вы поймете где у вас слабое звено вы сразу прикладывая энергии усилий получите там результат да все правильно Светлана вы правильно подтвердили я знаю да все все у нас я думаю что все понятно да то есть вот это три условия поэтому иногда их можно выполнить очень за короткое время если на это обратить свое внимание то есть куда ваш фокус на что вы концентрируетесь туда мы и стремимся поэтому это очень важно так конкурс конкурс нам помогает в чем конкурс нам помогает и в том что мы делая новые объемы увеличиваем вот эти объемы первого то есть ну этих условий и пять тысяч и десять тысяч неважно если вы идете на мастер другие объемы но участие в конкурсе вас быстро двигает вперед ну и конечно не забудем что у нас есть инструмент с которым работать это деревья и ягодные фруктовые деревья ягодные пусты которых можно приобрести вместе с уникальным программами если говорить про программу 600 долларов инвестиций за один раз то я не устаю повторять что это суперская программа девятого этапа воспользуйтесь воспользуйтесь этим моментом это действительно очень-очень важный момент идем дальше хочу немножко поговорить о новой статистике потому потому что это очень важный инструмент который дает нам возможность развиваться и этот инструмент мы на следующей встрече будем использовать такую маленькую маленькую математику и ну импульс развития будем рассматривать именно пользуясь этой статистикой поэтому заходим в кабинет кабинет партнера заходим в статистику и первое одобряем и радуемся тому что у нас появился новый выбор видите общая статистика и под ней вы можете внести свои данные которых вам нужно узнать и найти в своей структуре хочу хочу чтобы вы начали пользоваться этим инструментом поэтому по шагу сегодня пройдемся я его вам покажу и на следующей нашей встрече мы с этим из этого нового механизма выявим цифры с помощью которых мы проделаем свой новый план хорошо кому интересно прошу участвовать и через свои кабинеты проделаем определенную работу то есть первое мы можем выбрать разные показатели что нас интересует особенно это интересно в разделе сводная статистика лично это лично себя просмотрели но сводная помогает работать с командой и вот под сводной статистикой появился у нас появились новые возможности вот как они нам помогают скажем мне интересно сколько экспертов в моей структуре вы можете задать себе вопросов сколько у вас лидеров сколько у вас мастеров это как пример я открываю нажимаю видите в окошке по статусу я делаю выбор по статусу выбираю сколько я знаю сколько экспертов другая статистика мне уже давным-давно говорить сколько у меня экспертов в команде но я никогда не знаю где эти люди их быстро найти когда они на твоем первом уровне но если активные успешные люди развиваются в глубине структуры их сложно поймать где они и найти и видите в данный момент я просто сфотографировала без фамилии но чисто справедливо корректно так вести но сам принцип что у вас находятся именно этих людей у вас сразу выявляется уровень да фотографии показывает у нас есть и первый и второй и пятый и третий уровень то есть поймите это очень сложно найти на пятом уровне где-то в какой-то глубине почти нереально наша новая статистика помогает нам выявить такие показатели что я здесь готовясь к нашей встрече просто хочу показать и хорошую отметку сделать видите рядом с уровнями везде зеленые кружки информационные кружки они все зеленые и это люди которые достигли статус эксперта вот это показатель они эксперты они прошли активизацию да то есть все документы поданы все исполнено выполнено то есть это ясно понятно это лидеры это люди которые строят бизнес строят свои команды и сами своим примером это показывает меня это очень обрадовало когда я сделал такой выбор и увидел что все в порядке люди отработали очень корректно да спасибо что поддерживаешь очень классно можно ориентироваться действительно я хочу чтобы мы сейчас все поняли что у нас дополнительный инструмент помните как долго мы ждали развития статистики она вот каждый раз нам дополняется 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 да очень круто и хочу чтобы вы пользовались то есть все что вам нужно вот сейчас мы ставили план когда выйти на эксперта самому скажем значит тогда когда у нас будет как минимум трех отдельных мастеров вот выбирайте уровень мастера и просматривайте сколько у вас уже мастеров если не хватает выбираем лидеров и смотрим смотрим по людям у меня только маленький снимок но когда мы эту всю информацию видим в кабинете вы можете посмотреть сколько там партнеров сколько там инвестиций насколько развита команда где у меня ключевые люди то есть у вас могут быть 15 50 и 150 и еще другие цифры лидеров например но некоторые уже отличаются от других тем что у них есть много новых партнеров побольше инвестиций может быть уже развита глубина не только первая линия понимаете вы просматривая этих людей для себя находите ключевых людей то есть более активных тех у кого есть свои желания свои планы свои стремления и совместной работе вы очень активно можете двигаться вперед поэтому хочу вам рекомендовать работать вот с этой статистикой дальше у нас есть другого типа поиск когда вы можете конкретного человека просмотреть вы можете с правой стороны смотрите снимок немножко маленький посмотрим увеличить секунду еще пару минут поработаем ну да когда увеличивается немножко не помещается с правой стороны хочу чтобы вы видели когда вы выбираете окей этим вы загружаете запрошенную информацию если она вам уже не нужна вы нажимаете отменить но с правой стороны видите есть возможность поиска этот поиск позволяет внести сюда имейл какого-то из ваших партнеров и рассмотреть конкретно его ситуации вот я внесла имейл открываем находим человека на третьем уровне ну то есть статистика то что показывает показывает его статус на данный момент желтый кружочек о чем говорит кто быстро может кто быстрее ответить в чате о чем говорит желтый кружочек рядом с человеком ну 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 кто то выигрывает сегодня так мой интернет очевидно медленный спасибо лидер 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 вы очень долго думали спишем это списываем это на мой медленный интернет хорошо да желтый кружочек это статус лидера вы же по цветам сразу знаете с кем имеете дело это тоже очень сильно помогает и дальше мне кажется вторая вторая запись очень важна партнеров и вы видите цифру сколько партнеров то есть вы сразу видите с какой командой можете работать или другие показатели вас интересуют не важно я вам хотела показать что таким образом вы сейчас сможете проработать с разными людьми которые ну являются интересными вашей команде дальше у нас есть такой раздел как страны статистика по странам видите в синем теперь мы уже вышли из общей статистики и пошли смотреть страны статистика по странам и отбор дает возможность выбрать разный период и просматривать сколько у нас идет регистрации скажем в январе какие у нас страны были в структуре а какие страны уже или сколько стран уже в этом месяце в нашей структуре и тогда мы рассматриваем какая из стран является самой активной где мы наблюдаем развитие куда может быть стоит прикладывать усилия или там где идет развитие или там где вы видите что все стоит на месте ну вообще-то потенциал очень большой то есть у вас появляется новая возможность очень рекомендую с этим тоже поработать но начните пошагово да с одним с другим третьим все сразу не получится и на что хочу вот сделать сегодня акцент последний и дать вам маленькое задание на дом это сводная информация по уровням тоже вот в этой статистике вы можете это найти самый быстрый быстрый путь как это найти это открыть первое это вы открываете структуру да не личная открываете структуру потом открываете сводная информация и под сводной информацией спускайтесь вниз 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 и в нижнем ральделе вы находите сводной информации по уровням тут вы можете сразу просмотреть сколько уровней у вас в структуре в вашей команде сколько участников на каждом уровне и быстро можете сделать и математику посчитать вместе еще какие-то дополнительные цифры но я с этим цифром и хочу с вами в следующий раз поработать моя просьба и ваше задание для вас это найти этот раздел сфотографировать или переписать или скопировать неважно каким образом но зафиксировать эту информацию я для себя и для работы с вами выбрала сейчас семиуровневые показатели но мы выбираем каждый сколько хотим если у вас небольшая структура выбирайте все да вы можете сразу выявить все я бы хотела с вами завтра поработать не завтра на следующей нашей встрече могли бы и завтра чтобы быстрее двигаться но отложим это на следующую пятницу поработаем я покажу вам пример видений развития до восьмого уровня в глубине то есть первое второе третье как будто у нас развивается само по себе кто-то застревает на четвертом пятом уровне кто-то долго сидит на восьми уровнях а вообще-то мы в данный момент по маркетинг выплачиваем до 24 уровней это очень серьезная глубина и почему бы к ней не стремиться и это можно сделать очень хорошо с командной работой то есть это не значит что я сам должен один все это сделать это хорошо удается с командной работой но для того чтобы понять скорость развития я вам рекомендую зафиксировать эти цифры мы на этих цифрах остановимся то есть на моем примере остановимся сегодня ваша домашняя задача найти эту статистику то есть поработать с предыдущими разделами но этот раздел зафиксировать чтобы мы могли небольшой математикой расчет сделать и понять что у нас огромный потенциал в структуре объемов притоков новых статусов новых достижений новых доходов и вообще мы очень успешные люди классно коллеги мы проработали с вами больше часа возвращаю вас обратно уникальному событию наш юнибус начал ехать это все с нашей помощью но он должен ехать далеко и скоро с большой скоростью и не только по нашему эко объекту он должен ехать по всему миру так же как мы везде находимся поэтому нам еще нужно активно активно и успешно поработать а когда мы его запустим по всему миру то наверное найдем и время и возможности сам на нем прокатиться вот давайте с таким хорошим настроем сегодня расстаемся если есть какие-то актуальные вопросы задаете я пару минут еще на связи и буду вам отвечать а так всем успешного активного весеннего месяца хороших результатов успешных и желающих развиваться вам новых партнеров и хороших достижений по статусам и очень хочется вас видеть очень-очень скоро уже на экофестивале до скорой встречи спасибо вам за это время и мы встречаемся в следующую пятницу в это же самое время для вас это по московскому в 11 да у каждого у нас время свое по московскому времени в 11 до встречи коллеги